Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы говорим самыми простыми словами о нашей православной вере, с одной стороны. С другой стороны, мы делаем мир православия более понятным и расширяем определенные границы познания, для того, чтобы определенным образом для вас и текст священного писания, и догматика православная была понятна, ясна и знакома. В прошлый раз, в прошлый понедельник, мы начали интересный разговор на самую мистическую, может быть, в чем-то, самую философскую, туманную книгу священного писания Ветхого Завета, на книгу «Экклесиаст» или книгу проповедника. Книга действительно очень спорная, и об нее ломались копья ни одну эпоху, ни одно десятилетие, столетие. С одной стороны, возникает вопрос, как эта книга, полная пессимизма, полное разочарование в жизни, может появиться на страницах, казалось бы, радостного, священного писания, которое все пронизано благой вестью о том, что мы Богом любимы, Богом ценимы, и вообще есть этот самый смысл жизни. С другой стороны, возникали споры о том, кто автор этой книги, действительно ли это Соломон, или это всего лишь эпиграф, то есть приписанная Соломону, книга, написанная гораздо позже. Вот, собственно, к этому вопросу, кто автор «Экклесиаста», мы сегодня с вами и приступим. И поговорим не только об этом, но еще и о том, как идеи «Экклесиаста» преломлялись уже в последующей эпохе у последующих других народов, живших на земле, и как они преломлялись в различные эпохи у различных философов. Говорить мы будем с философом, священником, отцом Сергием Кредичем. Здравствуйте, батюшка. Снова здравствуйте. Максимально долго, максимально полно. Неспешные обстоятельства, как и подобает. Представляю вас. Давайте вот с места в карьер. Я объясню, почему захотелось поговорить о датировке. Мы в прошлый раз лишь показательно и сказали о таком разряде еврейского сообщества, как хакамы, как мудрецы. И многие говорят о том, что на самом деле вот эта книга, которую мы с вами держим в руках, книга «Экклесиаста», она не может быть приписана Соломонову, потому что в ней есть ряд арамейских и персидских лингвистических вкраплений. То есть она по возрасту гораздо младше. Правильно я говорил, что младше? Младше-старше. Всегда путаюсь до Рождества Христова. Короче говоря, ее датируют каким-то более близким к нам временем. Ну, Соломон был старше, да. Ну, как и всякий автор старше своей книги, с другой стороны. Да, какой точке зрения придерживаетесь вы? Как кажется вам, кто все-таки автор? И, может быть, вот эту проблему датировки вы для наших телезрителей разложите? Так, ну, давайте в соответствии с академической традицией, у меня есть профессиональная деформация, и помнится, этот припев я еще не пел в эту нашу встречу. То есть у меня есть профессиональная деформация. Как преподаватель и как следующий канону европейской философии я в таких случаях цитирую Декарта, когда он в своем рассуждении о методе говорит, давайте делить всякую из рассматриваемых трудностей на столько частей, сколько необходимо для ее благополучного разрешения. То есть, во-первых, я должен предупредить, что сейчас несколько могут пострадать религиозные чувства у чувствительных людей. Это же тоже очень важный момент, потому что для верующего, для религиозного сознания, безусловно, книга, входящая в состав священного писания, обладает авторитетом, и мы не можем испытывать ни малейших сомнений, что вот это вот было чье-то другое авторство. Хотя, с другой стороны, книга Экклезиаста, это же не книга Соломона, можно же было написать книгу Соломона, и тогда были бы уже четкие отсылки. Но Экклезиаст, это вот как кагелет в оригинале, то есть выступающий в Кагале, то есть в собрании. То есть выходит проповедник, который произносит проповедь, который обращает, ну как и священник, да, то есть он должен сначала оттолкнуться от того, что происходит вот здесь и сейчас, да, то есть пандемия или еще какая-то ситуация, начало учебного года, сбор урожая, дачный сезон, и потом указать путь ко Господу, чтобы люди возвысились над горизонталью и перешли в вертикаль. То есть в этом случае книга Экклезиаста, это книга проповедника, и она боговдохновенная, в этом нет никаких сомнений. То есть мы ни в коем случае не подвергаем сомнению и не пытаемся ее редактировать, что вот это вот похоже, это не похоже, ну потому что действительно вот эти филологические студии, они с одной стороны помогают, а с другой стороны вредят. Здесь я напомню знатокам про семинар по Иисусу, который провели американские ученые, библеисты и филологи, и в итоге, значит, они выпустили очень интересный такой сборник священного писания, где красным было сказано то, что Христос точно говорил, розовым то, что возможно говорил, и, соответственно, просто черным, что, скорее всего, не говорил. Вот зачем такая работа? Но с другой стороны, вот собрались, вынесли ясность, и кому-то это помогло. Поэтому еще раз, это боговдохновенный текст, это точно отмечено печатью Святаго Духа, хотя, с другой стороны, опять же, и мы не можем от этого дистанцироваться, это то, что случилось в XIX веке со священным писанием, ну потому что действительно есть такие места в тексте, которые явно вызывают у нас некий диссонанс. То есть если мы верим, что Моисей написал, вот очень такой рельефный пример, эти книжи Моисеева, то как Моисей мог написать «И умер Моисей, и никто не знает, где похоронен он». Напомню, что так заканчивается книга «Исход». То есть получается, что Господь Моисею открыл это, Моисей это записал и сам понял, что он уже в стан не вернется, и его кости занесет песок где-то здесь. Тогда все равно возникает вопрос, а как потом нашли рукопись? То есть она же... Да хотя бы просто элементарно лингвистически, зачем писать о себе в третьем лице? Не, ну это жанр. Ну почему? Он же везде и всюду, где нужно личное местоимение, оно присутствует, где идет повествование в книге «Исхода». То есть почему бы не сказать «Умер я» или «Сказал мне Бог», «Сказал Господь рабу своему». Но это все-таки эпичнее звучит, сказал Господь рабу своему Моисею, и иной раз это жанр. Я бы, вот с моей точки зрения, вот это просто, как, простите, Жуфруа де Вилардуан пишет «Кронику крестового похода», он же не может сказать «И я такой отважный и молодец». Он говорит, и славный рыцарь Жуфруа в этот момент, ну, таков жанр, потому что он-то о себе, конечно, думает лучше, чем про остальных, но и просто таков, особенно, такова особенность стиля. И вот Моисей избрав, не может отступать. И поэтому здесь, да, по предположениям это восходит к Соломону, но, с другой стороны, а если это было записано кем-то из приближенных царя, теряет ли от этого мысль? Мы можем двинуться в Новый Завет, и, например, если посмотреть филологически по длине предложений, по словарному запасу, по оборотам, запятым и вводным конструкциям, то, скорее всего, не лично апостол Павел написал послание к евреям. Но, опять же, вполне себе обоснованно, что мысль-то прям созвучна, что тезисы прям вот развивают то, что было сказано в других посланиях. И поэтому вот такая версия, что, предположительно, это был конспект, который был очень близко к прямой речи, составлен кем-то из спутников апостола Павла. То есть в этом случае сам ли Экклезиас сидел и писал, мы этого никогда не узнаем, потому что тоже вода мокрый, огонь горячий, а ни один носитель долго не пролежит. То есть если мы посмотрим на то, как отстоит первый список с поэма Гомера от времен Гомера, это колоссально. Но, соответственно, вот то, что было написано во времена Соломона, конечно, уже обратилось в пыль, если бы постоянно не переписывалось. Поэтому мы вполне себе можем сказать, что, возможно, это не лично Соломон писал, хотя, почему сразу, если возможно, то сразу же так. А может быть и Соломон вполне себе. И переписчик уже мог добавлять что-то от себя. То есть в этом плане переписчики тоже не свободны от каких-то, от своего багажа, кстати. Вот я скажу о том, о чем пишут современные библеисты, в частности, там тот же Десницкий, ну такие авторитеты, условно говоря, для современной библейской науки, и тот же Иоаннуарий Ивлев, Царство Небесное, да и многие другие, что книга, в принципе, эта датируется 4-3 веком до нашей эры, ну до Рождества Христова. И, соответственно, вот почему мне показалось важным поговорить в прошлой передаче о хакамах, потому что в восточной традиции очень важно найти некого родоначальника явления. То есть, например, все пророки... В любой традиции, я бы сказал. Ну да, все пророки, например, считали своим родоначальником Моисея. Все судьи, сколько они просуществовали, да, считали своим родоначальником Самуила. Все хакамы, все мудрецы всех времен израильского народа считали своим родоначальником Соломона, то есть того первого человека, который при сознательном выборе, то есть когда ему вдруг Господь этот выбор дает, проси, чего хочешь, просит мудрости, в первую очередь, мудрости сердца, для того, чтобы понимать, что есть добро, что есть зло, чтобы понимать этот мир в его объективной данности, и так далее, и так далее. И за что и был награжден не только этой самой мудростью, но и всем сопутствующим, да, там и богатством, и славой, и прочее-прочее. И в этом смысле как раз это не противоречит тому, о чем вы сейчас только что сказали, что хакам, например, в IV веке пишет, он не столько прячется за авторитетом, или придает некую авторитетность своему тексту, надписывая его, что это, мол, текст Соломона, сколько он, вот, собственно, лежит абсолютно в этой традиции. Он своим родоначальником, а себя, в свою очередь, потомком и преемником считает Соломона. Ну, это, простите, перебью, обычное состояние обычной общечеловеческой культуры. То есть посмотрите, почему музеи полны живописью из Ветхого Завета. То есть в чем сходство между нами и Авраамом? Да ни в чем, ни географически, ни хронологически, ни генетически. Да, кстати, отцом всех верующих называется Авраам. Но отец всех верующих – это Авраам. Или вот мы празднуем юбилей князя Александра Невского. То есть где был князь, где Чудское озеро, и где мы здесь и сейчас. То есть ни генетически, ни хронологически, опять же, ни географически совершенно. Но наследники победителей вполне себе обоснован. Опять же, наследники Византии, наследники Рима. То есть это вполне себе даже не иудейская или там иранская, кушитская, а общечеловеческая черта. Мы просто говорим, что мы вот находимся в этой традиции. Налаживаем связи. Да, да. В этом плане действительно неважно, кто дописал книгу Моисея, потому что всеми пророками и всеми авторами священного писания руководил Святой Дух. И не в смысле, что глаза у них закатывались, а рука двигалась помимо их воли. Они приходили в себя, а перед ними уже остывает большой свиток, только что написанный. Нет, конечно. Дух действовал через людей, и в этом плане каждый мог еще какие-то свои наслоения в виде вот то, что вы сказали, филологических следов, что вот эти вот слова, они явно относятся к вот этой вот эпохе. Но в целом это глаз Духа Святаго, и еще раз повторюсь, это Христос, мне очень просто нравится эта точка зрения, это Христос изрекает диагноз этому миру. То есть вот отец весь суд отдал сыну, и сын уже в Ветхом Завете сообщает, что вот посмотрите, что происходит. И это правильный взгляд на мир. Не без излишнего пессимизма, не без излишнего оптимизма, а вот то, как и должен смотреть на этот мир человек, который стремится к мудрости. Но я поясню, почему для меня это было таким очень важным открытием и в свое время. Наверняка вам знакома тема, вернее термин осевого времени. Ну, Ясперс. Да. Когда речь идет о том, ну то есть мы задаемся вопросом, почему Христос, например, пришел именно в это время. В том числе, вот Ясперс отвечает этим термином, что есть вот на линейке времени, если мы возьмем, что когда-то оно началось и куда-то оно стремительно движется, на этой линейке времени есть некая ось, он это считает от VI века до Рождества и VI век после Рождества, то есть это такой временной прогал, когда зарождаются все фундаментальные, гуманистические, этические, ну, в общем, и прочие философские вопросы, которые подготавливают почву, на которую упадет семя евангельского слова, Христового слова. То есть до VI века, например, невозможно было говорить, например, с определенной степенью абстракции или каким-то образом там вызывать к чему-то там сверхчеловеческому, человеческому и так далее. Но вот, скажем, появившийся буддизм, написанный книгой Экклесиаста, кстати, они в чем-то очень пересекаются в своих каких-то магистральных идеях, что мир есть страдания, мир есть боль. Ну, понятно, что, может быть, я сейчас грубо сопоставляю, но... Отче фундаменталисты обвинят вас в экуменизме и будут думать, что службу приносят Господу. Я просто обязан предупредить. Нет, понятно, что выход у этого разный. Там, где Будда говорит, что нужно угасить в себе всякое желание жить, чтобы не было последующих перерождений в страдания и боль. Экклесиаст подходит к тому, что и веселись, радуйся, но просто помни о том, что... И он говорит о том, что без Бога, в общем-то, если Бога нет, то тогда действительно все бессмысленно. Если мы говорим о буддизме, какая таком, как это замечательно Кураев обозначил, это безбожный пессимизм, то есть там нету Бога, там, в принципе, все аккумулировано и зациклено на тебе и на твоем личном, индивидуальном, субъективном страдании, боли и переживании жизни, то Экклесиаст приходит к совершенно другим выводам. Но важно, что впервые, может быть, человек, человечество задумывается о смысле собственного бытия, чего не было доселе. То есть, если, может быть, оно и присутствовало, но так отдаленно, условно говоря. Вот мне как, у меня как к философу к вам вопрос. Ну, опять же, мы анонсировали, что идеи Экклесиаста, они каким-то образом преломляются, начинают трансформироваться. Каким образом и что именно изменили идеи этой книги в последующей философской мысли? То есть, что, где мы находим следы Экклесиаста, Экклесиаста, не знаю, в античности, в Средневековье, в новейшем времени? Ну, во-первых, тут, простите, я тут не впал в неистовство и не могу не прокомментировать о севое время Ясперса, потому что, с одной стороны, концепция, это, конечно, рабочая и вполне себе, как терминус техникус для школьников, которые начинают изучать историю культуры, весьма хорошо. Но я просто должен указать на фундаментальную очевидность, что само линейное время – это, скорее, христианское изобретение. То есть, для язычника все циклично. То есть, весна, лето, осень, зима – снова весна. Весна, лето, осень, зима – снова весна. И именно в этом нет ничего нового. Когда приходит Христос, Он говорит, что, во-первых, вот исполнились времена и сроки, и, второе, что будет второе пришествие. Вот это вот получается линейное время. То есть, получается, когда Ясперт, живя в христианскую эру, проецирует эту схему на античный мир, он не совсем прав. То есть, если уж совсем на пальцах, то мне очень нравится такая аналогия «Парадокс деда». Это вот про фильмы «Назад в будущее» и про то, как мы, вот, нагазавшись в прошлое, меняем будущее. Но парадоксальнейшим способом, имея возможность вернуться в прошлое, никак нельзя убить собственного дедушку. Потому что, если человек возвращается в прошлое, убивает собственного дедушку, он препятствует своему рождению и, соответственно, блокирует возможность своего воспрощения в прошлое, чтобы вот, то есть, в итоге получается, что мы вот эту свою схему, христианскую, линейное восприятие времени, мы ее проецируем на мир. И вот Будду, например, про себя так не думал. И тоже хороший вопрос. Вот частная собственность когда появляется? Правильный ответ, что частная собственность появляется, когда появляется частное лицо. И вот частное лицо появляется сравнительно позже. То есть, в этом плане мы, например, не можем сказать, ну, с одной стороны, безусловно, Моисей осознавал, что он с миром не сливается, и что у него есть я, который не есть его жена Сипфора и дети его, да, и народ жестоковыйный, который он ведет. Но, с другой стороны, понятие частного лица в нашем понимании, не было, ну, рискну сказать, до, наверное, эпохи просветителей. То есть, опять же, вот частное лицо в московском княжестве при Иване Грозном, частное лицо при царях Вавилона или в египетских фараонах, хотя я у человека уже был. То есть, в этом плане это скорее взгляд на мир. Это не то, что мы в себя заглядываем, а то, как мы должны правильно оценивать мир. Ну, вот даже вот мы возьмем, и если действительно, спасибо за вот этот вот так раз филологический, это очень важно, да, что суета-сует и все суета, это вот прям вот то, что он сообщает сразу. То есть, сначала статус, слова экклезиаста, сына Давида, царя в Иерусалиме, суета-сует, все суета. И если мы посмотрим на филологическое значение, то это не в смысле броуновского движения, как мы в современном нашем языке бы подумали, но еще и пар, дым и колебания. То есть, все пар, все дым, все колебания. С одной стороны, это вполне себе может провести параллель с буддизмом, с колебанием дхармы, но на самом деле это пар, который вот он сейчас такой, а дунуло, и его нету. И вот не я изменчив, а все в мире вот такое вот изменчивое, да. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Ну, во-первых, получить удовольствие от образа. Солнце спешит, а если в оригинале, то спешит задыхаясь. То есть, солнце, все такое вот как клерк, который боится опоздать, который вот совершает свой круг с отчаянием, и именно что задыхаясь. И с другой стороны, а польза от этого? То есть, в этом случае, это не взгляд внутрь, когда вот уже экзистенциализм, когда вот уже следы в там вот литературе и каких-то моральных трактатов, это то, что человечество смогло себе позволить сравнительно поздно. Это очень напоминает пушкинское дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то не дана. Да, да, да. То есть, ну вот, это, если угодно, такая стадия, которую мы все проходим. То есть, сначала это «Ух ты, как здорово!» Да, «Ух ты, господи!» сказал цыпленок, вылупаясь в этот лучший из миров полемницу. «Тьфу, ты, хватит!» сказал тот же цыпленок, залупляясь обратно по шопингах. Если вы понимаете, да. Но вот действительно, это вот те колебания, которые мы испытываем. То есть, сначала все интересно, все здорово, потом мы от всего устали, хотим обратно вот эта тоска по золотому веку, да. Взял бы кто меня сейчас в садик, обещаю спать охотно, кушать хорошо, игрушки принесу свои, только бы все вот это вот прекратилось. Потом опять приходит мудрость какая-то, и человек начинает видеть уже удовольствие в простых вещах, да, вот брать и проводить время на каком-нибудь загородном участке. То есть, сказал бы ему кто-нибудь в 7 лет или в 15, что он будет получать удовольствие, возделывая помидоры, а потом как-то вот оно приходит. Или там сидеть в углу с книгой, или... Ну, то есть, это вот то, что... И, заметим, это же и мысль, что всему свое время под солнцем. И вот время экклезиаста, это время, если угодно, молчания. Вот я в прошлый раз сказал, что символично, и в этот раз еще раз с удовольствием повторю, но вот осень, это время молчания. Вот. Господь украшает мир, Господь старается, чтобы взор наш остановился на этой симфонии, симфонии золотого, желтого, красного, шуршать листьями, пребывать в молчании, и копить, вот как-то вы и сказали, вот эту культуру мудрецов. Потому что очень хорошо сказал отец Иоанн Крестьянкин, что, ну, нельзя протопить баню, если у нас все окна и все двери распахнуты. И вот к какому-то моменту мы должны вот двери-то затворить, да, двери-двери премудростью его, и побыть наедине с собой, с близкими, с миром, и посмотреть на этот мир без вот того аффекта. То есть, заметим, вот солнце спешит, и мы спешим, а если мы остановимся, то вот ради чего вот это вот все. И, ну, это же тоже прекрасно. И придал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом, и дальше великолепно. Это тяжелое занятие дал Господь сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Напомним, что сыны человеческие, это все мы. Да, да, да. То есть, Господь дал нам занятие, что мы должны... Потому что у нас сейчас какое-то нарастающее такое мнение того, что христианство, оно должно быть, условно говоря, безрассудным, ну, безрассудительным. Оно не должно... Антиинтеллектуальное какое-то направление, что мы не должны... Это меня печалит. Да. Мы не должны не читать, не задумываться о жизни. Вот. Вот тебе сказали, делай, и все, и голову не включай. Вот прямое поручение нам и замечание того, что есть это поручение, думайте... Нет ни одного лишнего слова. Это тяжелое занятие, не задание, не веселое время, а тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись. То есть, мы должны в этом упражняться, потому что это сообщает нам, ну, некие точки, некоторые возможности для духовного роста. Потому что дом, работа, дом, работа, дом, работа, храм, ашан, дом, работа, дом, работа, дом, работа, храм, ашан. И потом вдруг раз, и жизнь прошла. И как же? И вот это нелегкое занятие, то есть хочется спать, а мы выходим и смотрим на небо. Хочется полежать, а мы идем в парк. Хочется, чтобы никто не трогал, а мы идем и общаемся там с родственниками, с детьми, с людьми. То есть, это же тоже некая такая черта нашего времени, когда модно быть немножечко снобом. То есть, в целом, я живу в прекрасной России 19 века, а в Россию 21 века я спускаюсь на лифте два раза в неделю. И это для меня большое испытание. Я не хочу, но надо пополнить запасы продуктов, сдать работу, получить оплату и вновь опять вернуться туда. Ну вот главная тема, идея, вот мне кажется, книги «Экклезиас», того, что человек лежит как бы между двумя полюсами. Между, с одной стороны, как раз страданием, ну в смысле того, что все суета, все томление духа, Ну я бы сказал, скорее беспокойство. Тревога. Это непросто. Вот тут тревога, правильное слово. Это не страдание. Вот. Ну тревожность. Но страдание в данном случае я имею в виду не в смысле физиологического страдания, а вот именно страдание как патос, как некое страдательный залог. То есть есть активный залог, есть страдательный залог. То есть когда субъектом действия являешься не ты, а ты являешься объектом какого-то действия. Девочка, одевающая куклу, и кукла, одеваемая девочкой. Вот иногда мы некие куклы, которых вот обстоятельства куда-то влекут. Вот. В этом смысле страдание, в этом смысле тревога и удовольствие. И в этом смысле у нас просто совсем немного времени остается. Мне бы хотелось все-таки добиться ответа на вопрос. А, про философию сейчас дам рецепт. Да. Их есть у меня. Да. Буквально, если можно, в три минуты, что называется. Это, конечно же, эпикур с его тетрафармаконом. То есть это лечебник, что не нужно бояться смерти, не нужно бояться страдания, не нужно бояться богов. И счастье есть. Это же прекрасно. Не нужно бояться смерти, потому что если мы не умираем, то это просто переход. И мы начнем. Может быть, заново, а может что-то с нами еще перейдет в то измерение. Но мы не кончимся. Зачем ее бояться? Не нужно бояться богов, потому что богам мы не интересны. Как не интересны нам муравьи, так. Ну, эпикур имел в виду, в первую очередь, конечно, олимпийскую дюжину. Ну, и языческое представление о богах. У богов там свое, им не нужно бояться зла, потому что это прекрасно. Зло либо кратковременно, либо легко переносимо. То есть если человеку рубят голову, то это закончится быстро. А если кто-то в маршрутке встал вам на ногу, то в целом полчаса можно и потерпеть. То есть это либо кратковременно, либо сравнительно легко переносимо. И счастье есть. И, конечно, удовольствие. Вот эта классификация удовольствий берите и пользуйтесь. Это вот та вселенская мудрость, которая общечеловеческая. Поэтому мы и ценим философию, что она не просто греческая, а она ко всем обращена. Что удовольствия будут естественные и необходимые. То есть спать, есть, выпить холодной воды в летние жаркие ползни, это прекрасно. Удовольствия бывают естественные, но не необходимые, когда мы уже не просто воду пьем, а заказываем боржом с лимоном и льдом. Или там вот воспоминания кого-то из аристократов 19 века. Бал подает мороженое, и, господа, прежде чем вы начнете, я хотел бы сказать, говорит хозяин бала, что это мороженое из настоящего женского молока. То есть это не просто, а вот это вот дефлопе из пахлавы. Ну, наконец, неестественное и не необходимое. Эпикур говорит, это жажда славы, почести, карьеры, потому что вот, когда мы работали долго, легли и вытянули ноги, это приятно. А когда мы вкалывали ради, ну, кстати, и посещает мысль, да, школьников, вот я ради диплома это все делал, и, а теперь я на эту картонку кофе ставлю, да, такое легкое пренебрежение. Но это вот как раз эпикуры есть, что есть настоящие вещи, есть ненастоящие. И, соответственно, надо тоже следовать удовольствию до тех пор, пока оно не рождает печаль. Потому что эпикур говорит, вы мне сейчас скажете, что счастлив пьяница с бутылкой обжора, с бочкой варенья и корзиной печенья, но у них уже у всех последствия. И пьяница страдает, и не может остановиться. И человеку говорят, ну, еда же тебя убивает, а он говорит, я не могу отказаться, дайте два бургера, пожалуйста. То есть вот это универсальный рецепт, это эпикур, который является таким греческим переложением экклезиаста. Ох, отец Сергий, спасибо огромное, но это, безусловно, не все. Вот, это, безусловно, только начало нашего разговора, как это ни странно, хотя, казалось бы, мы уже две встречи провели. Да, мы только размялись. Да, в следующий раз мы будем говорить об экклезиасте как об экзистенциалисте, вот, то есть о том, как идеи экклезиаста себя репрезентуют уже в более близком нам времени, в современной философии, и какие пути выхода сам экклезиаст показывает, которые, собственно, я так, насколько понимаю, современная философия иногда замечать не хочет. Спасибо огромное. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся в следующий понедельник. Присоединяйтесь к нам. Будем читать книгу экклезиаста. Храни Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, для уровня гл Combht Contойти Продолжение следует... ... Protection fällt... ...ically candidат. ...